Всем привет! Сегодня мы будем готовить ленивые лепёшки. Ленивые они потому, что не требуют каких-либо знаний или навыков в кулинарии. Итак, приступаем. Для начала добавляем в нашу ёмкость для замеса 300 мл воды. Далее туда же добавляем 1 столовую ложку сахара. После добавляем 1 чайную ложку соли. И перемешиваем. После того, как мы размешали всё, что мы сложили в нашу ёмкость, мы добавляем 2 столовые ложки растительного масла. После чего начинаем постепенно добавлять муку. Кстати говоря, с данного объёма замешанного теста у нас получится 4 лепёшки. И снова перемешиваем. Теперь добавляем 1 пакетик дрожжей. В нашем случае это 11 грамм. И также постепенно начинаем добавлять муку. И, собственно говоря, замешивать тесто. Замесив тесто до вот такой вот консистенции, мы выложим его из нашей ёмкости на рабочую поверхность, где будем продолжать его вымешивать. Кстати говоря, муки на 4 лепёшки у нас уйдёт примерно 500 грамм. Выложив тесто, продолжаем его замес. Вымесив тесто примерно до вот такого состояния, мы убираем его в нашу ёмкость. Кстати говоря, можно убрать тесто в ту же ёмкость, где вы и начинали вымешивать тесто. И накрываем его крышкой на 1 час. Спустя 1 час начинаем смазывать руки и рабочую поверхность растительным маслом. Достаем наше тесто из ёмкости. Как можно наблюдать, тесто очень хорошо поднялось. И теперь его нужно достать из этой ёмкости. Достав тесто из ёмкости, обминаем его и делим на 4 части. Обмяк тесто и скатав его в такую колбаску, делим его на 4 части. Поделить его на 4 части довольно просто. Довольно хватит его поделить пополам и 2 части ещё пополам. И получится 4. После этого придаём кусочку теста в форму лепёшки. Выбираем в сторону и повторяем действия на следующих кусках теста. После того, как мы размяли наши кусочки теста, у нас получились вот такие лепёшечки. Теперь 2 из них мы убираем на противень, а противень отставляем в сторону на 10 минут. В это время можно поставить на разогрев духовку. Духовку ставим на 180 градусов. У нас осталось ещё 2 лепёшечки. Мы их пожарим. Для этого нальём немного масла в сковородку. И поставим её разогреваться. Масло на сковороде разогрелось. Жарить лепёшки мы будем на среднем газу. И пришло время укладывать первую лепёшку в нашу сковородку. И будем жарить до готовности. И при этом не забываем переворачивать. Итак, первая лепёшечка у нас пожарилась. Мы её убираем со сковородки на тарелку. И начинаем жарить следующую лепёшку. Также не забывая переворачивать. Вторая лепёшка ещё не успела пожариться, а у нас уже разогрелась духовка. Мы убираем наши лепёшки на 20-25 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Время зависит от особенностей вашей духовки. Итак, наша жареная лепёшечка готова. Мы её убираем в тарелку. А лепёшки, которые находятся в духовке, им ещё нужно постоять некоторое время. Спустя 20 минут достаем наши лепёшки из духовки и даём им остыть примерно 5 минут. Пока лепёшечки горячие, мы их помажем шоколадной пастой. Для этого перевернем лепёшку, для того, чтобы начать мазать плоскую сторону. И начинаем мазать. Так как лепёшечки горячие, мажется всё очень легко и очень просто. Вот так с одного рецепта теста может получиться два разных вида лепёшек. Первый вид лепёшек – жареный. Они отлично подойдут к супам и вторым блюдам. Печёные же лепёшки отлично подойдут в качестве десерта или же на завтрак, так как они помазаны и очень вкусные. Вот такие простые, но очень вкусные лепёшки у нас получились. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик. Всем приятного аппетита! До новых встреч!